Субтитры сделал DimaTorzok 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 И Джонсон и Джонсон ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 от вас который очень хорошо в этом разбирается много раз вы на самом деле очень много нам помогаете от этого тоже много зависит когда в группе есть такой имам который все объясняет все и потом звонят тоже все в офис какая-то группа короче если скажем это вот просто думаю там это великий трус я даже удивлялся когда вы спите утром на ногах ночью на ногах когда все спят вы не спите просыпается вы тоже бодрый это и не показываете что там устали и так далее маша это поэтому даже продолжать начало на этом у вас не было с нами так что мы просим вас напоминание тогда чтобы у нас на следующий год было желание поехать серца людей скучает по этим местам и аллах субханалла в куране говорит дуа приводит в сделать так чтобы сердца людей скучали по этому многие братья вот я даже вот с братом с нашим чайху русланом курбаном тоже общался он хотел в этом году намеревался поехать но семьей но не получилось и я говорю иншаллах не переживайте это по вашему нияту вам запишут награду хаджи потому что не от вас зависелось именно то что вы не смогли поехать то что вы не попали поэтому такие в этом году все иншаллах кто намеревался иншалла дай аллах субханалла карим амин а по своим ниятам поэтому просим аллах субханалла дуа просим конечно для нас тоже обычный день арафата чайх изри это был всегда на арафате каждый года но в этом году вот как бы провели здесь как бы и и все равно вот не прочувствовала вот этот день арафата до конца как его нужно было прочувствовать находясь там на арафате поэтому конечно и слезы у братья всекли сердца переживали скучали и альхамдулла но знали что что наши братья в качестве вас там были на арафате которые нас тоже дуа не забывали поэтому это радость приносилась сердцам альхамдулла и хаджи я вот всем вот хотел обратиться те кто не был на хаджи помните братья и сестры то что это такой же столб один из столпов ислама совершить поломничество мекку хадж у кого есть на это возможность и именно так же как аллах приказал читать намаз как приказал уплачивать закат как приказал поститься месяца рамадан также хаджи приказан аллах субхану а то ли приказал многие часто вот опять в россии данные говорят вот я выйду на пенсию состарюсь потом поеду у них голове они как думают они думают что ну как еще рано мне ехать на хадж обычно так еще ехать на хадж я потом знаю что вернусь опять буду грешить какие-то дела не доделал я хочу очиститься вот потом и многие так ушли из этой жизни не посетили мекку думали завтра завтра и так далее хотя не понимает то что как пророк мухаммад сказал вы делаете каждого облегчить то ради чего он его сотворил и все братья все которые вот так вот думали бы поезжай поезжай на хаджи а дальше что будет то будет главное делать пока есть возможность у тебя сегодня финансы возможности есть завтра его не будет может не быть у тебя здоровье есть завтра аллаху аниме что может быть потом старикам намного тяжелее совершать нужными когда у тебя силы есть этого поклонение вот это да и если вдруг человек откладывает год за год у него есть возможность поехать и умрет друг вот даже я тоже не понимаю людей которые каждый год ездить на умру на хач так и не совершили игрок россиян нельзя так это умру 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 но хач не совершается это фарт это с руками ракан ислам а если ты умрешь у тебя была возможность финансово по физически поехать что ты скажешь аллаху почему ты не совершил поэтому нужно альхамдулля это не откладывать на завтра нужно делать сегодня это и и многие возвращаются и потом то что они боялись это альхамдулля уходят ненужные люди уходят от них да как куда-то там альхамдулля те которые не нужны были как вот обычно проблемы да улучшаются там то есть аллах дает выход аллах покажет что и так можно жить и уже человеку не хочется возвращаться на ту прошлую жизнь на которой он был а если вот так вот люди обманываются и шайтан обманывают и каждый год откладывать поэтому я в аллах я всем советую всегда вот как мне поехать на хач я говорю вот номер шейх из рейт говорю с ним созвонитесь вот и иншаллах через него езжайся на умру и через него езжайся на хач поэтому альхамдулля машаллах и всегда так бывает хорошо с вами делается альхамдулля машаллах поэтому я всегда братьям говорю те кто не были там в меке это такое место которое не пересказать сколько бы ты не смотрел по картинке пока там не окажешься ты не прочувствуешь это вот именно то место которое невозможно там миллион раз увидеть по картинке прочу свою нет именно как говорят же лучше один раз попробовать чем-то чем-то чем там сто раз увидеть да там например то же самое здесь как раз сто места которые нужно там ourée когда тудаgrass о всем забываешь как будто все ты не думаешь ни о семье ты не думаешь и ни о бизнесе не идем нахнящую ты все, ты там у Аллаха в гостях и тебе некое такое напоминание, то есть о судном дне то что нету разницы между богатым, бедным, министром, президентом, королем обычно там водителем там дворником студентом, все одинаковые перед Аллахом и говорят то есть мы перед тобой мы перед тобой мы не придаем тебя с товарищей, тебе принадлежит похвала и власть, мы перед тобой не придаем тебя с товарищей и все это говорят, и темнокожие, и краснокожие и богатые, и бедные и в этом же, в такой же одежде два вот этих савана потому что два храма, две накидки, так же в этом человек уйдет из этой жизни на нем останется только вот этот саван и все, больше ничего не будет это напоминание о судном дне поэтому, альхамдулля чтобы Аллах принял ваш хад, шейх изри братья, шейх муслиму там, я знаю, с вами шейх Салих Мураду всем большое салям передавайте иншаллах, пускай Аллах примите иншаллах в Аллахе вы счастливые люди вот, если взять со всей России самые счастливые может даже со всего мира вы, потому что Аллах просто так не приглашает к себе гостей того, кого не хочет видеть и вы прочувствуете то, что Аллах хотел увидеть вас в этом году в гостях у себя Аллах пригласил поэтому человек когда у него есть миллионы он каждый год хочет поехать у него есть возможности он говорит я пока еще не смотрел не, брат мой ты не то, что Аллах тебя просто еще не пригласил в свое время придет значит ты проси Аллаха чтобы Аллах тебя пригласил где ты может быть ошибся что ты не так сделал тогда иншаллах поэтому маналлах я уже смотрю даже мячей с пророком уже сердце уже туда как будто с вами вместе маншаллах скучает я думаю всех братьев и сестер сейчас, которые смотрят то же самое именно вот это вот скучает с вами в мечеть ходили к вашим к вашим шейхам гостям к вашим друзьям в Медине как мы проводили хорошо время да, шейх Асад? Аллах вот такой вопрос к шейх Азере например скажем человек сейчас поставил прививку спутник и хочет поехать например на Умру хочет поехать на Хач получается пока его не пропустят да, я так понимаю тогда в любом случае к сентябрю я думаю он не попадет но к хаджу уже спутник признают потому что всемирная организация здравоохранения они заявили о том что в последней стадии проходит спутник месяц где-то осталось ему его признают и потом они пустят потому что на днях они китайские прививки тоже признали Саудовская Аравия вот эти сеновак там всякие китайские прививки они их тоже признали и скорее всего спутник тоже уже где-то 1-2 месяца уже можно было поехать вы знаете Шейх Асхад Саудовская Аравия тоже сейчас ценит паломников это прям так сильно заметно у нас же уже два года не было и у них и работа и бизнес да и вообще вот эти города как бы они очень скучают здесь дух паломни это все равно паломнический город тысячи лет здесь приезжали паломники и да тут все остановилось они очень хотят чтобы мы вернулись но они просто чуть-чуть боятся вот как всегда арабы болезни коронавирус вот это все из-за этого поэтому чуть-чуть пандемия спадет и вообще вот сейчас с этими будет и вопрос совершенно мяшала мы с новыми силами будем снова ездить сюда мяшала а вот сейчас например сейчас вот дай ла приедите и пока вот сколько вот какое время пока например паломников сейчас вот кто-то хочет поехать на умру Точно вот Какое время он, примерно, не сможет попасть на умру пока? Точно неизвестно Но, скорее всего, вот сейчас Дни Хардо закончатся, они объявят Что с сентября можно будет, скорее всего Сентябрь примерно вот ожидаемый Потому что они все уже подготовили Примерно понятно все, как будет Как вы знаете, мы в феврале Уже принимали паломников На умру, уже возили И мы в Рамадан тоже ездили Но они потом опять сделали ограничения Сейчас они уже вроде все в порядок привели И с сентября уже можно будет Я хотел тоже сказать То, что вот Чехазири он возглавляет Тур, московский офис Это единственный, да, наверное Который прямой рейс на Хаджи Летает с Москвы именно Или еще есть компания? У нас на Рамадан Вернее на умру и у нас единственные прямые рейсы Кто делает На Хаджи 80% прямые рейсы у нас бывают С Москвы тоже единственный прямой рейс У нас бывает Но также во время Хаджи Прямые рейсы еще бывают с Чечни Чеченской республики И два рейса бывают из Татарстана Ну а с Ламон, да, это рейсы как бы У нас бывают из Москвы Который рейс Самый любимый рейс, который у нас бывает Который мы летаем Которым в Шейхасхат бывает имам Это да, бывает единственный Я вот сейчас вспомнил Как мы садимся в ЮТР Самолет из Москвы Шейхасхат возьмет микрофон И даже мы до Мекки не долетели Это такое, знаете, это как расслабленное такое, да, ма шалла, такое состояние у себя там задуматься Такое, как сказать, душевное такое состояние Там что, умра, тавафи, сай А именно Хаджи, ты настраивайтесь на такое, что ж, какой-то такой, должен быть движок у тебя такой моторчик, что был включен Поэтому нужно, иншаллах, сразу же, вот, с первого дня Ма шалла, баррик лавиков Это очень, это очень правильно Даже вот Сейчас в сентябре откроется, в октябре Давайте, Шейхасхат, поедем еще Кто особенно сильно хотел Кто много вам звонил Да Поэтому, братья и сестры, вот многие пишут По поводу Хаджа Умра, знают Вот, подпишитесь, иншаллах Как раз вы недавно только открыли инстаграм, да? Потому что я вас поймал Семь дней назад, инстаграм Да, зато часто спрашивают, откуда ехать Я вот, с его сердца говорю, через Шейхазри ехать Подпишите ему вот на инстаграм, запишите его там, иншаллах Запишите, иншаллах, задавайте вопросы, иншаллах И я думаю, иншаллах, лучше вы не найдете Аллаху аля Вкратце, могли бы рассказать Вот этот год Хаджа Отличается от других годов То есть мы вот Что такие вот основные такие особенности Отличий был в этом году? Главное отличие, знаете, какое Лично для меня и вот те братья, которые со мной Мы вот часто ездили в Хадж все равно Я по работе ездил как бы с 2012 года каждый год Другие ребята, имея возможность, ездили как бы Но все равно человек, это же инстаграм Он как бы создан таким чуть-чуть забывающим И мы забывали ту ценность, которую имели И чуть-чуть уже, может быть, меньше ценили Мы ценили, конечно, но чуть-чуть меньше И когда вот это все случилось И в прошлом году мы не смогли поехать в Хадж И реально люди очень сильно начали как бы об этом Как бы переживать, жалеть И вот это ощущение, что все-таки Всевышний не закрыл дорогу И мы все-таки сюда попали И все-таки что будем ездить Там только вот это ощущение не покидало Видно было это у всех так Потому что вот прошлый год пропустили И ты уже начинаешь ценить Каждую минуту, каждую секунду Основное вот такое как бы основное впечатление А так Хадж, конечно, это великое дело Это Дуа, это прощение всех грехов Вы лучше меня это все знаете Ну, такое основное Вы советуете, например, пока вот прямо сейчас Вот, например, скажем, вот Человек, например, намеревается уже Я думаю, сейчас посмотрел Хочет еще больше его сердца соскучил Вот у меня, например, я вот хочу В ближайшее время, когда откроется, поехать, иншаллах И сейчас вот человек, например, хочет Ой, но у него нету визы Что ему, с чего начинать, как делать То есть какую визу сейчас поставить Он сможет обратиться к нам в офис в Москве Ко мне или к нашим ребятам К Дамиру Ребятам обратятся И мы проконсультируем В первую очередь посмотрим документы Какие у него есть паспорт в порядке, не в порядке Документы о вакцине в порядке Он уже приготовил или нет Ну, такие все процедуры, иншаллах Это все ребята все сделают Ну, и исправлять намерение Делать правильное намерение в Шейх Асхад Я в связи с этим хотел бы вас попросить Тоже в Шейх Асхад Если бы мы могли бы время от времени Регулярно можно было бы такие эфиры делать Да, сейчас мы как бы больше знакомимся Как бы больше такой Медину как бы показать Там как-то вот делать мост между Москвой и Мединой Как бы А более так, чтобы мы могли Мы бы вам вопросы готовили У нас очень много вопросов религиозных Которые мы хотели бы спрашивать У вас уже рядом не было, чтобы спросить Мы как-то привыкли, что вы всегда здесь с нами Во время хаджа ведете как бы нас И вообще людям, которые у них есть Мы будем копить вопросы Время от времени выходить в эфир Мы назначили, иншаллах, день И уже будем делать афишу И уже будем выходить, иншаллах, уже Вопросы, которые накоплены будут По поводу хаджа Канонические вопросы Технические вопросы Иншаллах будем вместе обсуждать Шлиф Хазири, если вы позволите Время вам позволяет Я знаю, что вы завтра уже Иншаллах вылетаете Или ночью даже, наверное Минут 10 мы обещали просто Подписчикам Для вопросов Можно, иншаллах, сейчас я включу комментарии Если у вас есть вопросы И пишите, пожалуйста У кого какие вопросы еще есть И Аллаху Аля Меня со своей стороны примерно Которые у меня спрашивали Вопросы задал У кого еще остались вопросы Пишитесь, не стесняйтесь Иншаллах Не стесняйтесь С меня, наверное, этот Никакой этот Как журналист Или как его правильно называют Который интервью Ни у кого вопросов нету, да, вроде Что-то никто не пишет Я думаю, много вопросов будут Вопросов нету Ну сейчас подождем Минут 5, Ничалла Может кто-то Значит, Ничалла, да и Аллах Все вопросы мы задали Да, Ничалла, Ничалла Ну мы сразу К эфиру подготовим Вопросы, которые у людей есть И более так Про ксессионя Больше как Такой формат Больше ознакомитель Ничалла Алхамдулля Чазаку Так что и людям интересно Ничалла А вот по поводу намаза Наверное, вы в первом Сапе за имамом уже читали Получалось, наверное Да, да, да Впервые Я обычно по работе Как бы не успеваю И паломников много бывает А сейчас как бы Приходим Помолились И сразу там попадали Мы приходили на таваф Делали таваф И время намаза объявляли Ну там сразу Намаза объявляли Ну, шейх изри Я думаю У вас каждый год Обычно Я Не хвалю вас в лицо Но Насколько вы Выдаетесь Насколько вы Кази Аллаха Для паломников Делаете Пускай Аллах Загрозит вас Я даже Я чесняюсь Там Стыдно Становится Когда мы вместе На хач ездим Я говорю Что-то помочь Нет, нет, нет Ничего не надо Вы сидите Отдыхаете Вы все делаете Бегайте Туда-сюда Мне даже То, что ты смотришь Уже тяжело становится Устается А как вы себя Машалла Вот это вот Сверхуете На пути Аллаха Субхануа Но в этом году Я думаю Вы, наверное Иншаллах Для души Первый такой хач Сделали Даже честно На самом деле Каждый раз Думал Наверное Как-нибудь поеду Один Наверное Получится Хотя бы Умру Я хотел в один Вот так поехать И так получилось Что в этом году Хач такой попался В основном И время свободное И тут все за тебя Организовано Как бы Они тут Грубо говоря Двести тысяч Саудийцев 60 тысяч паломников Ну примерно Понимаете За каждым паломником Три человека Обслуживало Поэтому Хлопот не было Как говорится Делай дуа Молись Делай свои Вода Ты отключен От всех Забот Поэтому Я знаете Почему Я говорю Потому что Сам когда В Саудии учился Каждый год Мы студенты Тоже ездили На хач И помогали Паломникам И бывало Такое Что имам Даже приезжает Но Не все имамы Например Знали В тонкости Хачи Как правильно Сделать Когда зайти Лучше Когда нет Толкучки Как лучше Барашку Зарезть И так далее Вот эти все Тонкости Мы Там находясь Помогали Группам Скажем И Тяжело было Иногда Нужно было Что-то Ночью Кто-то потерялся Кого-то Найти надо Бабушка Потерялась Ее ищешь Туда Участок И вообще Не спишь Вообще Не спишь И я думаю Какое у тебя Какое желание Есть Есть желание Сделать хач Для себя Для своей души Чтобы не отвлекаться Потому что Только на араб Дуа делаешь Кто-то там Пошел что-то покупать Там этого ищешь Там этого прошел Там это И не все же понимают Этот вопрос Кто-то приехал Там Дуа делал Кто-то приехал Там подарками занимаешь Подарки покупаешь И так далее Выщешь Там вытаскиваешь И вот это все И Альхамдулля Ответил на дуа И вот это вот Как раз последний год Я с супругой Там тоже У меня сын Там первый Сулейман Родился в Риаде Ему было 8-9 месяцев Я помню Как сейчас Мы поехали С супругой С Риады Тысячи километров С нами Маленький ребенок Палатка у меня На спине Такая Сам там Открыл палатку Никого не пишет Там дуа Делал маски Чтобы тебя Там это тоже не видел Такой вот Один раз Получилось Такое И сейчас конечно Тоже Получается С вашей компанией Вот это ехать И постоянно Находиться в таком Вы же последний раз Делали с семьей Да Сестра ваша была Мама была Жена была Очень такой Крутой хач Последний был Да Другой семьи Там Дитья ваши Были Успели Успели Да Еще же многие Как бы Думали Поехать Не поехать А вдруг Не получится Побольше И по праздни Вот Наглядный пример Закрылись Дороги Все Некоторые Жалеют Которые там Хотели поехать Ну и ты говоришь Значит Иншаллах Поедешь Когда Аллах Пригласит Когда Аллах Хочет увидеть Поэтому я всегда Вот такое Это такое правило Да Вот Это для тех Вот братья и сестры Вот Которые Говорят Я еще пока На намаз не готов Стать Я пока еще Не готов поститься Я пока еще Не готов поехать Не ты Аллах Аллах Наставляет Просите Дуа Просите Искрен Дуа Аллах Дай Возможность Сначала Поехать Может где-то Я что-то Не так Совершил Поэтому Ты мне Не даешь Возможность Пока На молитву Стать Поэтому Ты Сердце Пока Не раскрываешь Сердце Скучает Тоскует Вот Ночью Например Человек Просыпается На молитву Кто-то Просыпается Из-за боязни Попасть В ад Хочет Прочитать Кто-то Прочитает Из-за То что Хочет Попасть В рать Есть Сердца Сердца Рабов Аллах Которые Просыпаются Из-за того Что соскучились По Аллаху Соскучились Сделать Земной Поклон Аллаху Соскучились Обраститься К Аллаху Соскучились Дуа Как бывает Когда ты По близкому Человеку Скучаешь Вот Когда Который Может быть Ушел Из этой жизни Ты хочешь На 5 минут Его увидит Обнять Поцеловать Понюхать Его запах Так же Ты скучаешь К Аллаху Просыпаешь Чтобы сделать Ему саждешь Скучаешь К Аллаху Ждешь Рамадана Скучаешь К Аллаху Любишь Поклонение От намаза Намаз Друга ждешь Вот это Дуа Нужно нам Всем делать Чтобы мы Искренне Скучали По Аллаху То кто не хочет Встретиться С Аллахом Аллах Не хочет С ним встретиться То есть Поэтому Если у человека Нет желания Поехать Нет желания Молиться Аллах Значит Не хочет С ним тоже Встречаться Аллах Тоже Его не хочет Видеть Поэтому Просим Аллах Именно Дуа Ибрахима Где Субхану Говорит Сделай так У Аллах Чтобы сердца Людей Скучали По этим Местным Сами Саллах Всех Хазри В Аллах Вас Благодарю Субхану То что Вы нашли Время В таком В такое Время Когда Нужно Готовиться К отлету И Нашли Время Пускай Аллах Даст Великую Награду Ответили На вопросы После разговора С вами Я уже Чувствую Уже Все Состоялся Валлах Сосколько Вам Лично Как приедете Увидимся Обнимемся Потому что У нас Мы тоже В такой Братские отношения Машаллах Всегда Чтобы так Было У нас И еще раз Повторю Братья и сестры Вот теперь Знаете Инстаграм Как правильно Называется Аккаун Любые вопросы Пишите Задавайте Иншаллах Вам ответят Иншаллах Дай Аллах Чтобы нам Всем Возможность Поехать В ближайшее Время На Умру И Нахач Всем Передавайте Обязательно По приезду Зайдем Барак Барак Барак